И последняя, десятая карта на сегодня Я б сказал на десерт Остался нам очень интересный матч Гамбит гейминг против Клауд 9 Карта кэш, бестов 1 Все как вы любите, зрелищный кэсик И уже заруба на бпленте в самом разгаре Ну мы видим, тут буквально степом залетели Клауда под базу B Очень долго убивали Уэйлендера Но по итогу бомба стоит Ситуация 2 в 4 И за атаку американской команды, судя по всему, начнет доминировать Если, конечно, Дасян на своем берсерк моде с одним хп тут не раздаст Ну, что, наверное, навряд ли произойдет Главная задача Дасяна сейчас хотя бы не разбиться с девятки Я не знаю, что ему тут еще можно пожелать Ну и, конечно, да, это 1-0 в пользу Клауд 9 Пистолетка ушла в пользу американского коллектива Да, вот тут отмечали наши аналитики, что, скорее всего, Гамбит смогут взять по крайней мере 12 раундов Если не победить на этой карте, ну так оно или нет, посмотрим совсем скоро Опять-таки, сегодня у нас были допы, были невероятные эмоции с участием Ашер в поединках Опять-таки, победы аутсайдеров Опять-таки, Таффа это отмечал И действительно, ну, практически весь спектр мы отхватили В плане непредсказуемости, суперкоэффициентов, каких-то допов Два ножа было за сегодня Да, и Эйс был Все было, друзья, за сегодня Это только первый день квалификации Мы уже насмотрелись на кучу интересных моментов Как, например, этот выпад Хуча, который ничем хорошим для него почему-то не закончил Ну, не дожал первого, мы видим буквально 8 хп у одного из игроков атаки На СН-62 Проценты здоровья Уэйлендер понимает, что это выход вновь под Б Ну, и грамотно тут нужно сыграть с Адраном в связке Уэйлендер дал только один минус по 8 хипповому Хотя хилпа пришла, смотри-ка Атака Потерялась на самом деле Они вроде бы все на Б, у всех более-менее девайсы в руках Но бомба выпала Инфы как-то толком не было откуда ждать И все, Nothing 1-3 Позиции перекрестного огня сделали свое дело И Nothing 22 хп Очень проблематичный хилсбар для него Конечно, есть 50 секунд Можно хоть обойти снова там через респаун Но смысла в этом мало Все равно будут играть в связке сейчас гамбиты Да, тут мы видим, казахский дуэт остался Адран дал инфу Моу вышел спокойненько со второго патрона Закрыл Nothing'а Ну, и вот он, ответный раунд для команды Gambit Gaming Ну, и как мы знаем, если проигрываешь пистолетку и берешь следующий То это получается в сумме даже лучше, чем просто выигранная пистолетка Экономику, конечно, подорвали колоссально У клаудов там, я вижу, 1400 на руках При этом они покупают еще P250 Поэтому сейчас, конечно, гамбиты должны просто делать 3-1 Ну да, скорее всего, но этот раунд им взять шансов крайне мало Есть три флешки, есть Смоук Но тут даже не заготовочка Просто расчет на то, чтобы хотя бы бомбу поставить Вот так, подсадили троих Да, интересно такой получается момент в центре карты от Cloud9 Бомбу, как мы видим, забирает Nothing Ну и, видимо, его задача тут добежать Просто как-то донести этот пакет И сделает тачдаун под базой А Адренчик! Ну, тут его подловили, не знаю Там, наверное, глаза по 5 копеек Выходит Адрен, там три типа на подсадке Но в любом случае, ответ на и фраги Не заставили нас долго ждать Вейлендер, Моу И это раунд 4 в 3 Бомба, кстати, уже выпала под базой А И, скорее всего, ее уже забрать не получится Да, Ахуч плюс Вейлендер Делают оставшуюся работу Забирать второй раунд Ну и, конечно, выходит Гамбит Гейминг вперед После взятого форса А сейчас Ну что, будут еще один экономический Наверочный Хорошему нужно делать Опять-таки 2 эко Возможно, мы увидим Какой-то даже, может, легкий арморчик Но нет Тут суперстрогий закуп Буквально-таки две флешки Хае, Тег, Диггл И ни одного бронежилета Для американцев Вот то, чем и говорил Действительно, второй раунд Стал пока что Ключевым для Клауд Найн Моу ловит буквально лицом Хаешку Остается у него 58% здоровья Но он отомстил Ответ какой достойный-то От Моу Залетает граната на подсадку Бомба опять-таки лежит в районе мейна У Клауд Найн Ну и пока что не видно суперзаготовок Вроде бы они в прошлом раунде Втроем подсадились Убили Адрена Но никак этим не воспользовались Опенфрагом Буквально спустя 5 секунд рассыпались Сейчас вновь попытка Какого-то позиционного контроля карты От Клауд Найн Ну, ничем не увенчалась Ну, вот в таких раундах вообще не стоит ожидать Какой-то гениальной нашифровки Все-таки это Ну, какая-то идея была Трое подсадились Как бы зачем-то они это делали Может, хотели просто занять мидл А потом уже решать, куда идти по ходу дела Но, тем не менее, та идея не увенчалась успехом И сейчас снова в мидл выходить не получается Моу уже сделал два минуса Также до Си Эдрен Забирает по еще игроку Клауд Найн И это 3-1 Да, видимо, без девайсов Клауд Найн действительно очень тяжко Вот если мы вспоминаем матчи предыдущие Вот те же Мау Спорт Что они творили на карте Мираж Против Хелл Рейзерс Там каждые пистолеты Очень-очень жестко напрягали А Шер поначалу Опять-таки в атаке особенно Показали хорошую игру с пистолетами Под раскидки И команда Мау Спорт Тащила очень важные пистолеты Мы помним Аркаду Ямы То здесь Клауд Найн Ну, ничего такого К сожалению для нас с вами не демонстрируют Ну, такой дефолтный раунд Просто вышли-умерли Возможно, сейчас все будет по-другому Да, сейчас девайсы есть Да, пора бы удивлять Клауд Найн Один раунд в атаке есть Но этого, конечно, явно недостаточно Для чувства уверенности Во второй половине И тут нужно хотя бы пятерочку-шестерочку завоевывать Американцы, благо, бит-гейминг Почувствовали уже вкус крови Взяли три подряд И, уверен, так же поступаться не намерены Есть Скадудл Игрок, который вошел в двадцатку лучших игроков 2015 года Правда, на двадцатом месте Но это уже другая история Это, конечно, все хорошо Но на одном игроке далеко не уедешь Опять-таки, пик формы команды Клауд Найн Наверное, пришелся даже на первую половину прошлого года А вот как-то под конец они практически пропали Из нашего поля зрения И вот та самая позиция в топ-20 рейтинга Которой говорили аналитики Это скорее как-то по старой памяти, что ли Опять-таки, учитывается, по-моему, 20 последних лан-турниров Вот тут Nothing сгорел Nothing просто Он же видел этот Молотов Он видел, он понимал, что он там Но сгорел Но сгорел, друзья Вышел Nothing на мидл Увидел Молотов и сгорел Ладно, Адрен, который... Адрен, боже, что я говорю Ангел, который не видел, спрыгнул в Молотов Но здесь... Здесь вообще трэш Ничего не понятно Уэйлендер, тем не менее, не дает такой, казалось бы, стопроцентный минус Выходит все-таки Дося Мы впервые замечаем, как Дося врывается С хорошей серией фрагов Шрауд, ну вот, понимал, что девятка Жестко натопал, взял бомбу Но тут, видимо, просто времени не было Он пытался тут хоть как-то забежать в Б Ну и Клауд Найн Чудес тактики, к сожалению, нет Скадудл 0-0-4 Фрикозоид 0-1-5 То есть два игрока выпали Супер задумок в плане тактики нет у Клауд Найн Ну и пока совсем все у них печально Непонятно, чем они собираются вообще набирать эти раунды Сейчас снова-таки делают закуп Валевуху даже, я бы сказал Да, но хотя посмотри Четыре девайса на руках Есть даже раскидочка неплохая Так что все еще как-то плюс-минус, конечно, играбельно Такое чувство, что Адрен хотел выйти в аркаду мейна Но в последний момент времени передумал И, в принципе, это правильное решение Потому что вся команда Клауд Найн сейчас готовится к выходу в А Дося отдал молотов Ну, по-моему, он где-то там потух Да, в дыму остался К сожалению, не разобрались У нас Gambit Gaming Вся надежда, кстати, на Досю Потому что хелпа погибает Очень тайминговый флеш Дося Ох, Досяныч, сделал еще один минус И теперь Насвенка остается последним На префаре открывается на Досю Делает минус, но все-таки Моу подстраховывает Это 5-1 Ну и пока что особо даже не потеет Gambit Gaming Ну, вроде бы что-то получилось у Клаудов Вышли более-менее из мейна Накинули два смока Дали флешку Дося Ослепили его Но почему-то не смогли вовремя сориентироваться Дося дал минус Убил бомб керри Поменял девайсы Только после этого Клауд Найн разменивались И, конечно, параллельно Все это время на машине был Моу с АВП Который сделал два фрага Волевуха не заехала И теперь форс Там, скорее всего, до 2000 Думаю, скупились, потому что иначе... Ну, отдали 5 раундов подряд Там уже дают по 3-400 Ну, да, без печали Сейчас Клауд Найн Должны закупаться Эх, ладно, будем бавиться Каждый второй раунд Ну, а что тут им уже поделать? Конечно Вот, правда, тактическое разнообразие Ну, как будто карта не зашла, я не знаю Может, они на другой рандом надеялись Все-таки карта выбирается рандомом Одна из трех По две вычеркивают, соответственно, коллективы Пока что Клауд Найн Сыровато, что ли, выглядят Вроде бы они... Все знают, все в курсе, что надо выходить А Но, тем не менее После буквально двухсмоковой флешки Ни к чему это не приводит Ну, вновь Готовится выход Летит Смоук Вот он Кстати, тот же самый Чтобы отрезать Досю в углу Дося это осознает А под флешку, скорее всего, выпустит Адрейнщика Полетел флеш Адрейн с инфой Делает минус Мансуется спокойно Флэн Ну и все Вышли, умерли Это абсолютно все раунды В исполнении Клауд Найн Заканчиваются этим Ско Дудл сделал минус по кучу Но это так уже Утешительный приз Для фанатов команды Клауд Найн Действительно, вот последних двух выпадов Выпадах под базу А Клауда выходили в Смоук По-моему, даже некоторые Смоки Они сами себе набросили И начали в них же давить Плэнт Но, как мы видим, ничего толкового Из этого маневра не получается Адрейн трипл килл Моун дает еще один минус Но, наверное, им нужно как-то тут Не столько плэнт отрезать Сколько АВП Моу, на самом-то деле, на дистанции Который свои фраги очень часто делает Просто время заканчивается Че-то как-то Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо То есть я... Да, на, казалось бы, девайсном раунде у Скадудла 2 600 на руках. Один фраг. Ну и как-то карма невезения какая-то повисла. Сейчас над командой Cloud9 два игрока не убивают. И тут еще Тейк Армор приходится приобретать Скадудлу. Ну что, игра снова от подсадки. Давайте смотреть, давайте ждать все-таки второго дыхания. Возможно, вот фриказоид после опенфрага подбодрить, что ли, команду Cloud9. Ну вот, впервые, не считая того экономического раунда, решили играть через мидл. Бомба уже перестраивается под базу B. У нас намечается сплит-выход, который, по идее, даже должен хорошо закончиться. На приеме Моу на девятке, плюс еще притянулся Дося. Ой-ой-ой, очень обидный промах для Моу. Теряет, как мы видим, еще и Досяна игроки команды Gambit Gaming. Ну и уже остались 2 в 5. По-хорошему надо сейвить. Ой-ой-ой-ой, нет. Вообще ничего не получилось, а Дрэн поздний. Дает размен, и вот он, тот самый второй раунд для Клаудов. Да, конечно, Адрэн уже отправляется на сейв, понимая, что ничего ему тут не светит. Но экономическая составляющая российского коллектива позволяет им особо не переживать об этом проигранном раунде. Все еще они готовы напрягать своих оппонентов девайсами на руках. Ну вот Cloud9. Оба раунды, которые они выиграли, это были аркады под Б. Непонятно, почему и на девайсном, и в принципе в львиные доли экономических раундов американцы пытаются давить как-то А, сплит, пушить. Ну а в самом деле получается-то в абсолютно другой части карты. Нужно создавать давление на Уэйлендера, пытаться пробивать Досю, Хеллпам и Видимоу на полупозиции. То есть он не успевает прибежать с машины прямо под выход КТ Б плента. И в принципе именно как-то в эту сторону нужно работать, Cloud9. В Б. Ну вот да, учитывая то, что мы видели на базе, а видим в городе еще там ничего хорошего. Там просто Дося, Моу стоят и не ощущают ничего. Пока что не видим, кстати, четких врывов Хуча. Хуча и Уэйлендер, видимо, копят ману. Ну будем надеяться, что все-таки они ее накопят в этом матче, и они ставят куда-нибудь в нижнюю сетку, если просто не будут включаться. Ну пока 6-2, да. Но если Гамбит будет дальше играть втроем, как бы могут возникнуть рутости. Что мы видим? Cloud9 не занимает мейн, Шраут просто контролит эту позицию префайером. Есть одна подсадка. Игра в центре. Nothing1 пока что под Токсиком Б, даже ближе к респауну. Располагается двое на шарте под свой смоук. Опять-таки. Вот вопрос, готовы ли к этому гамбит геймеру. Не долетел. Тупо не долетел дым. Ну и такое бывает. Друзья, ну что тут поделать? Стиви Тукей сделал уже минус по Досе. Вейлендер. Вейлендер сменял. Да, центр карты все-таки немножечко поднапрягли сейчас. Гамбит гейминг. Вейлендер понимает, что это аркада под Беплэнд. Хотя вот что-то рановато начал набрасывать. Хотя мы видим Теа спаун закрыл четко. Что Хуч должен, должен. Ой, предсказуемую позицию выходит Хуч. Коварный дядя Митя. Врывается. Ничего толком сделать не смог. Погибает от Насанга. Вроде бы врывался хорошо. Еще бы флешечку ему кто-то накинул. Было бы вообще супер. И все. И конец раунда был бы моментальным. Но почему-то не было моменталки. И теперь... Тут Вейлендер справился. В принципе, без проблем. Моу занял базу Б. Вроде бы целился в одного. Бил второго. Упс. Ошибочка има, но бывает. Очень, конечно, красиво разыгрался. Кадудл. 10 секунд и сейф ОВП. Седьмой раунд. На удивление просто проходит пока что бой на карте кэша для Гамбит гейминг. Как мы видим, вечер. Сенсация. Для кого-то, наверное, уже утро. Действительно, как-то 7-2. Ничего не предвещало беды. Все коэффициенты, все прогнозы говорили нам, что будет потно. Но пока оборона железобетонна. От Гамбит гейминг демонстрирует солидные преимущества. А Клауд Найн где-то не хватает, конечно, стрельбы. Просто я уже вижу, когда человек утром просыпается, чекает лаунж. А там 4 в ряд матча. Мау-джи-локейфы залетают. Вот так вот. 4 матча. Да, зашло. Зашло, конечно, очень плотненько. Ну, не будем забегать вперед. 7-2 пока что счет у нас на экранах. Мейн снайпер команды Клауд Найн. Тот самый Скадудл, который оказался на 20-й строчке в списке лучших игроков планеты по версии 2015 года. К сожалению, пока что с одним фрагом. Сегодня Крис Джей также начинал Мираж. То есть снайпер Мау Спорт действительно не включался. По его стопам идет, видимо, и Американец. Вот такие расклады. Ну и что же, Клауда. Играют на холд. С вниманием центра стоит отметить Гамбит. Практически не контроль от Миддл. Там Хуч на первых секундах выходит. Чекает. Потом, может быть, Бэйлендер еще одним глазком посматривает. Ну, в общем и целом, Миддл отпускают Гамбит. Но вот отпускают, и это, ну, как по мнению, лучшее решение. Все-таки через него можно весьма комфортно отыгрывать. И вот сейчас вот перетянулся один игрок под базуа. И, по идее, должны поглядывать в Миддд тоже. Понимая, что там никто не контролит. Могут выйти с шарта. И за счет этого приходится расцветочивать внимание. Хуч! Отличная игра на подсадке. Вейлендер подбросил на винты Хуча. Тот вышел и боком идущего вообще ни о чем не подозревающего Насанга уничтожил. Моу отличный контроль мейна. Дает дабл-хилл. Казахский снайпер в виде третьего. Вот это раздача. Моу! Вот так реакция от снайпера команды Гамбит Гейминг. Отлично. Игра в его исполнении. 8-2. Превосходит в четыре раза. 14 на 3. Счет Моу. Этот снайпер, не знаю, высосал все силы из кадудла. Не ощущает вообще присутствия своих оппонентов на карте. Ну вот как будто Гамбит супер настроены, как-то супер сконцентрированы, мотивированы. Понимая, что в принципе, ну уже огромный опыт за плечами у всех игроков команды Гамбит. Пора показывать результаты игру. И они прям вот так сконцентрированы, что Cloud9 просто уперлись в эту стену. Не могут ничего. Все, что пытаются делать Cloud9, ничем хорошим для них не заканчивается. Абсолютно все выходы на Аплент это просто похороны американского коллектива. Да, и даже отданный Миддалом особенно не помогает. Вроде бы они выходили несколько раз в центр карты, но толком довести начатую атаку не могли. До логического конца сейчас, кстати, в Мидле играет Моу. Ну уже как-то пытаются Гамбит контролить, понимая, что нельзя абсолютно давать все-таки эту позицию. Плюс Дося убивает бомб Керри, говорит пацаны, это снова А, у них снова пистолеты. Уже мы видим, Дося просто идет и ставит. Старый добрый Досян выстрелил все патроны из М-ки, взял УСК. Без печали, даже не думал отойти за Риодица такой, я положу, сказал. Я перестреляю, мне все равно, что там у них, где они. Ну и в итоге мы видим 9-2, паузу, кстати, не ставят американцы. Хотя вот сейчас, в принципе, она бы помогла. Да, вот девайсный раунд, нужно что-то как-то придумывать. Я помню паузу на последнем раунде первой половины кто-то ставил на сегодня. Да-да-да, это было сегодня же как раз. Вот тогда пауза непонятна зачем. Сейчас бы она, в принципе, была обоснована, но Cloud9 не пользуется этой привилегией. Более того, не пользуется сейчас, уже потом... Да, потом она уже не нужна, потом и половина закончится. Да, половина закончилась, и как бы если она закончится так, как все к этому идет, со счетом 13-2, то во второй тоже вы ей особо не попользуетесь. Ну, давайте смотреть. Все-таки должны рано или поздно набрать хоть какое-то вменяемое количество раундов игроки Cloud9, потому что единственная пятерка, которая вот так летела, это были UP. Сегодня 16-1, 16-2 или что-то такое они отдали. 16-2, 16-3. Ну, в общем, беда, печаль. В одну калитку оба поединка, и они уже, кстати, покинули, в общем, этот чемпионат. Вот, эту квалификацию у Cloud9 не хотелось бы, наверное, последовать по их стопам. Ну, и пока что непонятно. Все-таки группа, в которой играют Cloud9 и Gambit, теперь вызывает очень много вопросов и сомнений. Да, группа C и D, они обе стали какими-то супер непредсказуемыми. Если в A и B фавориты прошли, все, в принципе, ну, более-менее понятно, то вот C и D тут абсолютно-таки огромная интрига, и завтра будет жара. Вейлендер встречает спокойненько БМ, неплохая позиция на ИЩ. Вот тут, кстати, не ждут, по-моему, Хуча? Скадудл. Да, он так ленивый. Ой-ой-ой, Хуч! Ну, дядь Митя тут не дай имя, на самом деле. Его там не ждали, он начал стрелять, не добил. И в итоге три раунда на B получилось. Ну, просто ходите в B, я не знаю, все остались. Каждый раунд просто на B. Ну, а что еще? Какие еще выходы есть у Cloud9, если только в этом направлении работает их, хоть как-то работает их атака, а продолжают выпадать по стрельбе Скадудл фрикозоид, вновь ВВП в руках Скадудла. Ну, вот, надо его окупать. Вот тебе и 20-е место. Что тут сказать? На старых дрожжах едет команда Cloud9. Скадудл с его 20-м местом на ХЛТВ рискует занять 10-е место в этом матче. Смотри, перестрелял наконец-то Моу. Опять-таки топ-фрагер Гамбит Гейминг, это именно снайпер из Казахстана. И сейчас без него не играют. Вейлендер один на B. Центр пустой. Ну, вот интересно, да? Вроде бы постоянно, если проходят, то базу B. И при этом оставлять там одного Вейлендера. Cloud9, что их тянет два? Там ДОСЯ. Там без шансов, пацаны. Что вы делаете? Посмотри, Адрен Слепой, тем не менее, делает два минуса. Забирает еще и третьего. О, мой бог, нет. На базу A больше никогда Cloud9 ходить не должны. Вот. Зачем? Возможно, они думали, что Моу там на ХЛПе с машину. Но на самом деле там трое. Трое игроков Гамбит стояли в A. Никого в центре. Один Вейлендер на B молился всем финским богам, чтобы к нему не пришли. И вот он результат. Клауда идут через шорт и не могут убить слепого Адрена. Они накинули флешку, увидели его там в метре, буквально в упоре. И все втроем умерли. Слепой старец Адрен. Просто спрейдаун. Очень жесткая карта. Ну вот такой бой. У нас, не знаю, квалификации превращаются в пара сенсации. Действительно, чем дальше, тем больше непредсказуемых лоу кэфов залетают. Вот 10-3, дорогие друзья, снова пистолеты Клауд Найн. Они даже бомбу не ставят. Просто бегут и отдаются. Клауд Найн уже сбрасываются на, хотел сказать, обратные билеты, но на автобус. На метро. Домой. Ну, тут попытались выйти Б, но, к сожалению, по 250 и без арморов против Калаша Уэйлендера. Это не по шансам. Фраги у нас на экранах. 15-5, дорогие друзья. Трое, но еще Дмоу. Адрен 13-7, 10-7 Дося. Ну, по другую сторону баррикад. Топ-фрагеры. Насеньг и Стиви. 8-12, 8-11. Вроде бы счета вменяемые, но при условии, если есть задумка командная, если тиммейты играют, ну, хоть на таком же уровне, тогда да. Просто вопрос в том, что если включается вся команда или не вся. Вот есть определенно. Сейчас по Уд Найн едут на двух кихорях на этой карте. Почему? Вот они как будто не верят, что у них не получается. А они ходят и ходят, ходят и ходят. Так они же еще не ready. А, это 15-й раунд, боже мой. Ой-ой-ой, друзья. С подключением, с подключением. Ну, с 7 утра. Да, они уже не ready, по-моему, выигрывать карту кэш. Ready отправляться в нижнюю половину сетки. Ну что же, Стиви наконец-то разменивается, но пока жив дося. База А под защитой. Стиви пытается фейковать там. Что-то с пистолетом, это куча там в разведку. Играет Уэйлендер, ну, тут такое палево. Он разбил винту, прыгает Уэйлендер, разворачивается, спокойно делает фраг. Отдача по одному, ну, это жесть. Просто избиение какое-то. Избиение американского младенца. Не знаю, еще двух поляков нужно взять в команду, и все. И Cloud9 упакованы, наверное. Ну, это жесть. На экранах повтор, ну, тут 5 секунд до конца раунда. Доси убивает с девятки первого, второй спиной пытается заплэнтить. Момент опять-таки с Адреном. И вроде бы стоят дефолтно. Адрен, трактор, Доси в плэнте, Моу на машине. Позиции, ну, предсказуемые, но... Просто по мишенькам стреляют. Вот Cloud9 ничего не делают против своих оппонентов. И погибают раунд за раундом. Как так можно? Вот, кстати, отличный трипл килл будет от Моу. Забрал второго, третий в упоре. Там пытался с префайером как-то открыться, но не сегодня, говорит ему Моу. Опять-таки Доси, ну, стоит за третьими. Ну, это раунд против пистолетов такой. Просто гвоздь в крышку гроба на самом деле. Повторили тут Доси, но уверенности, конечно, сыграл. Вот теперь все рэди. Да, пишут, просто рэди игроки. И мы ждем старта второй пистолетки. 12-3. Тут сложно подобрать слова. Ставочка всех парней наших уже зашла. В любом случае, Gambit набрали 12. Ну, и, в принципе, задачи минимум выполнили. Остается взять еще четыре и победить на карте кэш, которые почему-то клаудна и не готовы. То ли не настроились морально, то ли не успели включиться, раскачаться. А тут уже и карта закончилась, а тут эко-эко-эко было. Ну, в общем... То ли допинг запретили. Уже давно. Ну, беда, печаль. В общем, действительно, такая вот у нас последняя сегодняшняя каточка. К сожалению, довольно односторонняя. Ну, надеемся на эту пистолетку. Может, что-то получится. Молотов, я вижу, есть в дефе. Причем, вот, знаешь, у нас последние до этого еще три катки. Они были лоу-кфные. Так здесь еще вот такой вишенкой на торте является разгром лоу-кфа. И вот как-то, если Gambit забирает пистолетку, то чувствую, что буквально минут пять и уже можно паковать чемоданы клаудам. Ну, с такой игрой я не верю, что они даже тех же Дигнита сделают. Ну, видно, что Gambit сейчас настроены и вот карту кэш отпускать не должны. Скадутл делает первый минус. Насинг, работа с цементом. Ну, он тупо не попадал по Адрену, который был спиной. Бомба стоит. Полчаса стрелял по нему, кликал. Адрен развернулся, за три патрона уничтожил просто парня на цементе. Это жесть. Мы видим, Вейлендер уже на верочку просто стоит, а Адрен не прощает никого. Трипл килл. Сидит в углу и по пулечке выпускает. Но, друзья, это даже несерьезная игра от Gambit Gaming. Это просто разрыв шаблонов. Я не знаю, фриказоид последний против троих. Ну как, тут и бомба пищит, и все есть для команды Gambit 13-3. Вот так вот. Ну что же, остается, наверное, только радоваться за команду Gambit, за победителей СНГ Минора, что они вот приехали. И действительно, в первом же матче официальном уже в Коламбусе заявили очень громко о себе. Если вспоминать, как потели HellRaisers, по сравнению с ними Gambit просто, не знаю, на детском паровозике катаются и просто смотрят. Да, показывают, что все-таки из Ашеров уходят. Не всем обязательно до допов тянуть. Ну что, 13-3. Опять-таки, форсбай, конечно, вынужденный у Cloud9. В следующем, скорее всего, будет форсбай. И таким образом, до полноценного супердевайсного может дело не дойти или дойдет уже на 15-м. Опенфраг Адрен. Дося выходит уже в шорт, его там никто не ожидает. Он просто может собрать все спины. Тут уже минус мораль, тут уже растерянность. И такая игра спустя рукава пошла в Cloud9. Они потеряли, мы видим, на первом тайминге шрауда. Да, есть пистолеты и арморы. Но когда ты летишь, 13-3. Да тут уже мало что помогает. Трое мейн. Да, хуч срезает. Доси, там что-то копошился Стиви непонятно с девайсами. Досян оформляет дабл. Ну, Насенька остается последним. Тут ему, конечно, уже ничего хорошего предложить нельзя. Насенька, умри быстро. Мы хотим. Может, Доси уйдет? Ай-яй-яй, Досяну с 13 хп там в любую часть тела можно было попасть. Уйти за текстуру, прострелить Досю. Но мы видим все патроны в молоко. 14-3. Ну и если кто-то помнит грустное лицо Ангела, то, наверное, сейчас пять таких грустных лиц будет сидеть у команды Cloud9, потому что это действительно фиаско. Это разгром. Это что со стрельбой, что с тактикой. Я такое ощущение, что снова попал на матч Liquid против Team UP. Вот ровно то же самое. Две команды разного уровня по скиллу. И просто одни избивают других. Да, при этом в одном из последних матчей онлайна Gambit уступили Arcade в BO3-2-1. Вот если вспоминать, то есть, как бы, ну, то ли не палили, то ли были не в форме, непонятно. Но вот на таком СНГ уровне нельзя прям сказать, что прям четко все Gambit всех разносит. Буквально на прошлой неделе, по-моему, это было. Мы знаем Gambit. Это ребята, которые очень непостоянные в своей игре. Вспоминая с СНГ Минора цитату для Димити. После камбэка на карте Train, которая очень многое объясняет. Да, Минор получился жарким. Но мы видим, действительно достойная команда. Представляет СНГ регион. Gambit. Ну, на опыте, на скелле, на мотивации сейчас разносит. Клаудов сейчас, кстати, даже были размены. Ноуэйлендер очень строго говорит, не сегодня. Клауда, если вы поборетесь, то это будет не в мою смену. 15-3. Ну, тут титанический разрыв. Пятикратное преимущество. Ну, жесть. 12 матчпоинтов. Unbelievable still series. Чуть не сказал такое, уже проиграть нельзя. Потом вспомнил, о ком речь идет. И решил посторожнее. 15 подряд кто-то проиграл. Да, вот. Знаю я одну команду, которая на трейне 15 раундов к ряду проиграла, друзья. Поэтому, а вдруг все-таки еще что-то интересное мы с вами увидим. СНГ Мино тоже подарил нам очень яркие поединки. Были сенсации, эйсы, жесткий, потный бой. И Gambit заслуженно поехали в Коламбус. Ну, его сейчас тащат. Все миноры были интересные. Европейский минор с его 41-38 тоже забывать не стоит. Поэтому, да, тут, конечно, все эти турниры интересные. Ну, и минор с монголами, которые, к сожалению, не доехали. Ну, это больная тема для меня. Монголы просто вот заживое задел только что. Ну, что же, смотрим. Пока что нет OpenFrag, Cloud9. Но приобрели сейчас первый девайс, покупают АВП. Вижу, Скат Дудлу без армора. Ну и Gambit. И смотри, не полезли прямо уж наражен, осознавая, что, скорее всего, там девайсики. Играют на нервах. Больше минуты пока уже на экранах. Тишина. Хуч. Ну, сплит. Пода. Вот то, чего не получалось у Cloud9. Выходы. Пода. Сейчас, мы видим, демонстрируют Gambit. Да, сейчас дядя Митя и компания кричат. Пацаны, а теперь смотрите, как надо. И начнут выходить на базу. А единственное, что проблема для Gambit, так то, что перетяжка ХП очень быстро уже началась. И под Б никого нет. Ну, да. Тут нашинковали сейчас свинцом, на самом деле, команду Gambit Gaming. Хуч отдался с шарта. Вроде бы Adren. Прошел погрузчик, запрыгнул на плен. Скадудла стрелил еще одного. И в итоге это отыгранный матч-поинт команды Cloud9. У Gambit Gaming есть еще деньги, на самом-то деле, для бая. Но он будет через дропы. То есть, действительно, заставили всю пятерку Gambit сейчас закупиться практически в ноль. А Cloud9 при этом у Хуча нет вообще никаких гранат, флешек, вообще ничего. Просто армора кола. Теперь главное, чтобы фактор 15-го раунда не заиграл с Gambit Gaming. Ну, вот как раз с кем-кем с ними вот. Вот Насинг снова на коронной позиции за цементом. Приказует, отдается. Вроде бы вдвоем контролили миддл, но вышли Adren Mode. Шраут пошел. Просто уже в отчаянный контр-пуш. Ну, все-таки хоть как-то разменялся. Ну, вот в такой момент, когда одного из твоих игроков убивают из Ventrum'а, должна уже идти перетяжка на Аппоинт, как по мне. Потому что понятно, что на Б двое. А всего живо три игрока защиты, как бы. Че торчать под базой Б, непонятно. Только сейчас Gambit Gaming притягиваются. После того, как потеряли еще одного игрока. Ну и начинается этот выход. Тут очень тяжело будет сейчас, конечно, выходить Gambit. Тут АВП, при этом второй хелпующий со снайперской винтовкой уже на машине. Да, игра у двух снайперов вышла. Хотя тут еще не все потеряно. Тут есть еще Дося. Тот самый Дося. У него инфа. Инфа стопроцентная. Давит одного в углу. Ой-ой-ой-ой. Что это сейчас? Ну, он на верочку давил парня в углу, но при этом понимался пройти сквозь лестницу. Я не знаю. Не, ну он давил там под край текстуры вроде бы нормально, но слишком долго убивал. Игрок с машины хелпанул, причем так, наверное, с довольным лицом. Еще не вычет еще от того лестницу. Просто вот таранил ее, пытался поломать. Ну, он не стал дефолтно выходить просто на контакт. А ты посмотри на Gambit. Gambit не сдаются. Все-таки нет, из-за шеров не уходят. Денег много. Денег много. Парни будут бегать, пытаться хоть как-то тут пробиться. Не денег, тут раундов много. И видно, Gambit Gaming решили отыграть их все. Да. Четыре тека плюс автомат Калашникова для Уэйлендера. Клауд Найн решились одного снайпера. Остается лишь Скадудл. Работает СВП. Nothing в руках ФАМАС. Ну и также три М-ки плюс довольно полный набор проброса. Для американской команды Gambit, ну, в принципе, могут сделать один четкий выход под А. К примеру, у них есть четыре смока, три флешки. Ну и мы видим уже Дося на огневой точке. Первый смоук залетает вот так вот по высокой траектории. Но это, судя по всему, фаечок. Да, вот посмотри, бомбу вообще оставили. Да, бомбу оставили. Тут трипл-кил из ФАМАСа. 15-6. Ну вот, то, чем я говорил. Поздно включились. Как-то поздно раскачались. Вообще поняли, где они, что за матч. Вообще, насколько БО-1 сейчас дорого может стоить Клауд Найн. Начали тащить. Но, опять-таки, матч-поинтов огромное количество. Ну вот, мне кажется, даже не до конца Клауда включились. Мне кажется, Gambit где-то подвыключились. Ну, как-то больно много ошибок они начали допускать. Вот не удался тот самый сплит-пуш под А, когда хуч зашел через шорт-1. Моу, Адрен, точнее, открылся на погрузчик. Вроде бы позиции хорошие, но по одному по одному рассыпались Gambit. И вот после того неудачного выпада в базу А, ну, все, немножечко потеряли нить игры сейчас Gambit. Ну, сейчас, опять-таки, эко. Диглы, пистолеты для атаки. Это, конечно, легкая мишень команды Клауд Найн. Насинг и тут успел где-то подстрять. У него 20 кп. Вообще, за цементом противопоказано ему находиться. Напрягают там очень жестко Gambit. А что касается Клауд Найн, раунду без потерь. 15-7. Ну, хоть уже не так разгромно, что ли, это выглядит. Да, но по факту все еще огромные проблемы у Клауд Найн. Потому что им надо отыграть еще 8 раундов без ошибок. Да, это только чтобы выйти на допы, дорогие друзья. Ну, а Gambit все еще в шаге от прохода по верхней сетке. И с учетом действительно нестабильной игры сегодня у нас. Ну, в рамках трансляции мы видели, что ренегаты вышли дальше. То есть это удобный оппонент, в принципе, для Gambit должен теоретически быть. Вот сейчас супер хорошие шансы просто попасть на мейджер. Ну, вот за группу D я вообще теперь ничего не буду говорить. Я боюсь. Да, ну и в группе C там до конца, я уверен, те же СК будут завтра топить, разрывать. Понимая, что как бы первые свои шансы они уже отдали. Как бы миллион все дальше и дальше. Да. Для кого-то он отдаляется, но для кого-то приближается. Ну, что, Gambit, и 5 калашей. Есть раскидки, есть молотовые флешки, дымы. В принципе, полный набор начинающего террориста. И пора врываться. Пора, только вот не делают этого Gambit Gaming снова-таки. Почему не делают какие-то фаст раунды? Даже с теми же теками. Можно было просто сделать раш, 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 раш. Там один раш из пяти получился бы. Да, и причем это действительно сработало. Ну, один раз нет, второй раз нет, третий раз были не готовы, сработало бы. Пытаются как-то играть на отстрел и сами погибают. Остались 3 в 4. Размены не в пользу Gambit Gaming. Ну, надежда на тайминг Уэйлендера, что он тут откроется в нужный момент, сделает 1-2 фрага. И при этом параллельно сможет, мы видим, связка выйти под базу А. Ну, вот Досян, кстати, очень важный минус делает. Двойлендер не ловит нужный тайминг. Остались самые жесткие. Мол плюс Досев. Вдвоем должны развалить три кабинета. Бомба выходит из мейна. Ну, там довольно долго, конечно, прочекали, пока весь Плэн Гамбиты. Буквально за 10 секунд до конца раунда Плэн стоит. Что там ловил Шрауд, непонятно. Ну, и в итоге он должен вообще там сайлент мод включить. Ну, по-моему, он топает в мейне. Ну, Дося. Дося должен слышать. Шрауд как носорог бегает, в итоге погибает. Из-за этого Дося отличная стрельба. Еще пытается забрать второго. Его выкуривают молотовым. И теперь уже Моу остался один в два. Стиви. Ой-ой-ой, Моу. Четкая игра от угла, но Скадудл. Тут как тут. АВП. Один выстрел, один труп. Стоит отметить, по одному играли Гамбит. То есть Моу даже не пытался разменять Досю. Да, там все были за углом. Но он просто стоял в углу, играл на верочку. И тут все свелось к одному выстрелу Скадудла, Который просто попал. 11-15. Наверстывает, упущенная, как и снайпер команды Моу Спортс, Уже под занавес поединка, на самом-то деле, Снайпер Клауд Найн. Что? 15-8. 15-8. Ставили бомбу, проиграли огромное количество раундов. Гамбит гейминг. У них есть, конечно, закупка, лошир, скидка. И начинается... Ну что, неужели какой-то более-менее быстрый выход? Неплохие, кстати, флешки. Но с одной и с другой стороны все слепые. Шраут, фраг по Адрену. Бомба в центре карты. Вейлендер. Ну, да. Аркада хорошо, выход Смоук. Вейлендер дыма нанюхался. Я не знаю, что он там делал. Ну, просто половина команды Гамбит решила, что все, мы Аркадим. Пришла. Да пора, настало время. А вот осталось, если три игрока растянулись по карте. А, кстати, а Гамбит-то перетянули. Клауд Найн под базу Бэй. И при этом сами же воспользоваться этим не смогли. Зачем Доси отдался только что? Он просто игнорировал парня на шорте. У него была задача зачекать под плентом. Он вообще не обращал внимания на игрока в центре. Я с каждым раундом все чаще вспоминаю цитату Хуча. Просто вот сейчас действительно. Ну, друзья, кто смотрел, тот поймет. А кто не смотрел, поищите. Мы знаем, мы знаем, как Гамбит могут отдавать раунды. И вот насколько они быстро набрали 15. Уже 15-9. Запас тает. Тайм-аут все. Тайм-аут. Хуч, стойте. Поднимает флажки красные, синие. Кричит. Все, мы отдали. Сколько там? 5-6 подряд они отдали. И сейчас самое время, по крайней мере, сбить темп. Вот этот победный темп Клауд Найн. И настрой на возвращение. То есть, по большому счету, 6 раундов это очень много. Ну, как бы половину пути Клауд Найн проделали. 6 раундов из 12 они уже выиграли. Остается еще 6 додопов этому коллективу. Ну, и с учетом, опять-таки, статистики, которую заработали Гамбит. Казалось бы, возможно, как-то, может, слишком легко они заработали. Эти 15 раундов. И не составляло труда тащить, тащить, тащить. А потом перестало получаться. И по инерции они отдали еще 5. Ну, вот Гамбит Гейминг. Сколько у них опыта Counter-Strike на всю команду? Есть еще и опыт полгода армии. Вейлендер с дисциплиной. Ну, факт в том, что это одна из тех команд, которые так и не научились преодолевать фактор 15 раунда. Ну, абсолютно. Те же Liquid на фоне, которые играли против Team UP и тоже их громили в салат, намного сосредоточеннее выглядели. Ну, вот что-то как-то просто в одном раунде не пошло, потом по второму не пошло, потом Force Buy, а потом Mecha, еще один девайсный. Ну, и вот помаленьку, потихоньку Гамбит сейчас сдали позиции. И в любом, даже при таком раскладе еще шансы очень велики. Ну, мы видим, Хуч сосредоточен, но пишут в чате уже, скорее всего, даже Ready. Ну, и мы начинаем, начинаем уже переживать, на самом деле, за команду Гамбит. Хуч такой, главное, как не на трейне, пацаны, главное, как не на трейне. Ну, как на трейне уже не будет, тут в лучшем случае Cloud9 ожидают допы. Ну, и то еще до них надо дожить, конечно. Ну, Гамбит начинает, мы видим, строго. То есть, закупаются до 2000. Вейлендер даже до 1900 скупился. Ну, в принципе, закуп в любом случае будет на следующий раунд. И Гамбит, ну, задача попытаться просто реализовать теки, не знаю, поставить бомбу, выйти 5А, например. Нет, снова какие-то гениальные нашифровки. Нет, мы вышли на двое, вышли на двое. При этом тут почему-то никого нет. Вейлендер минус, подбирает девайс, подбирает молотов. Ой, какой хороший молотов. О, Адрен, минус по фрикозоиду. Насынк забирает Адренов, Вейлендер забирает Насынка. Ой, друзья, вот так вот выигрываются катки. Что творится сейчас? Скадудл, не мобильный, последний, против четверых. Ну, это просто зарашили А. Два игрока просто выбежали в А с теками и сделали жару. Скадудл, какая-то вертушка смерти. Дабл килл, он стоит на месте и убирает двоих. Вот он, цартактик. Дядя Митя! Все-таки дядя Митя делает решающие минусы и забирает эту катку в копилку Гамбит Гейминг. Додавили, додавили. Все-таки, вот я говорил, пауза. Выдохнули Гамбит Гейминг, сбили настрой Клауд Найн. Ну и, в принципе, спокойно в пятером вышли. А без всяких суперфейков, без всяких нашифровок. Залетели в два дула теки, развалили кабинеты. Ну и, по-моему, Скадудл даже без печали как-то он улыбается. У него все хорошо. Фактор родных стен пока не помог команде Клауд Найн. Ну и по большому счету, вот, легкая победа для Гамбит. Сила тимтолка. Просто ребята, скорее всего, придумали какой-то мега гениальный нашифрованный следующий раунд. На следующий, да. Да, а тут думали, ну сейчас побыстренько мы сольем на Апланте, поставим пакет и норм. А тут такие берут и выигрывают игру. Да, ну что это, получается, четвертый лог-эффициент на сегодня. Вот так вот заканчивается первый официальный день отборочных на мейджор MLG Columbus. Разыграли мы уже много поединков. Завтра, наверное, ключевой для некоторых команд будет день. Кто-то вылетит, кто-то попадет на БО-3 стыке. Ну и по большому счету, вот, вишенки, вишенки будут собирать уже команды завтра. Ну да, но это все будет завтра. Но сегодня мы тоже видели очень много матчей. И я думаю, что сейчас в студии аналитики есть как раз возможность подвести итоги этого дня, рассказать нам самые интересные моменты, ну и вспомнить все самое интересное. Да, слово аналитикам. Егеймингбетс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Контерстрайк и Старкрафт. World of Tanks и Лига Легенд. Егб.ком. Ты точно знаешь, кто победит. World of Tanks и Лига Легенд. World of Tanks и Лига Легенд. World of Tanks и Лига Легенд. И Гамбиты это сейчас доказывают, просто уничтоживая их абсолютно на кэше. Ну как-то прослеживается кризис американского Контерстрайка сегодня. Действительно вот такие неожиданные результаты. Хотя все-таки одна команда нас удивила, которая там расслабляла постоянно медленными раундами своих соперников. Известная под названием... А не Канадцы. В пистолетном раунде Адрена не могли убить спину там за цементом. И потом еще двое вышли на этого же Адрена. Он точно так же их убил. Ну в общем, всю игру на самом деле полностью перестреляли Гамбит своего соперника в хлам. На всех позициях, на всех точках. И за атаку им там особо не оставалось играть. Они там уже просто добирали свои раунды до конца. Клауда. Я не знаю, что они тренировали до этого. Возможно, не кэш просто. Вот и все. Ну самое главное, что я очень переживал за Гамбит. Думал, ну вот лишь бы как всегда не произошло. Но самое главное, случилась очень уверенная игра. Пусть соперник боится и трясется теперь уже. Ну и напомним, что происходило сегодня. Ребят, вы были здесь весь день. Особенно хаос. Вот вкратце о всех сыгранных матчах можешь пробежаться. По группе А, например. Ну что, группа А. А тут флипсайды, в принципе, без особых проблем справились с селфлисом. И Gamers 2, Tempest была очень интересная игра. И до последнего, в принципе, не было понятно, кто все-таки выиграет. Но G2 справились. И завтра мы увидим финал венеров этих команд против флипсайд. Ну и группа B, которая сыграла чуть больше матчей, чем все остальные. Мы уже увидели матч между Hellraiser и Mouse Sports. И Mouse уже, в принципе, имеют квоту. И это довольно ожидаемо.